Пришли мы в одно интересное место. Сергей его нашел, привел меня. Сейчас мы вот туда будем подниматься. Но перед этим мы тут кое-что интересное заказали уже. Это как бы ресторан-кафе. Ресторан, скорее всего. Тут всякие интересности. В общем, сейчас увидите, что это. Мы уже поднимаемся на второй этаж. Здесь нужно снять обувь. Вот я не поняла, сюда ее получается. Да, сюда ее можно вот так вот раз убирать. А можно еще обувь? Вот можно здесь расположиться. Тут два места. А можно выше. Вот она сейчас готовит нам, кстати. С молоком. Готовит наш заказ. В общем, ребят, не знаю, пробовали вы такое или нет. Вот я первый раз сейчас попробовала, дали немножко. Это, конечно, очень необычно. Смотрите, тут прям медитейшн. Зал. Смотрите, какой этот пол. Это камушки. Причем это кварц или что-то такое интересное. Слушайте, это массаж для ног. Массаж для ног. Можно здесь еще сесть, расположиться. Слушайте, пошла я в туалет, а там такая красота, что я вам прям поснимаю. В общем, вот такая зона. Окна на улицу, на Вьетнамскую. Настоящая. И еще одну. И тут вот тапочки. И ты туда заходишь. А здесь вот раковина. Там даже, ну, какие-то такие средства, да, не для посетителей. Каменная. Интересная такой форма прям. В общем, вот так. А здесь что? А здесь и здесь еще один туалет. Вообще шикарно. Спасибо большое. Надо было попросить. Мы что-то не подумали. Без айс. Сейчас все растает. Он так пьется просто. А, очень холодным, да? В общем, друзья. Это настоящий чай мачо. Настоящий, да? Прямо из Японии? Прямиком. Прямиком из Японии. Что-то в последнее время он очень популярный становится. И муж вот захотел попробовать. Вот так его размешиваешь. Все это со дна поднимается и пьешь. На вкус, знаете, такой очень-очень насыщенный зеленый чай. Но без горькости. Без горькости. Но там есть несколько сортов. Там есть и с горькостью, и с менее насыщенным вкусом. Ну, мы что-то вот такое выбрали, я уже не помню что. Значит, есть вот такой зеленый. Сергей заказал себе вот такой шоколадный, коричневый. Ну, на вкус реальный шоколад он. Мне не кажется шоколадом. Да, мне кажется. А какой у тебя на вкус? Для меня как древесные нотки, что ли. Древесные нотки? Интересно. Видите, как у всех по-разному воспринимается. Я бы вот, если честно, отсюда лед убрала бы. Потому что он размешивает насыщенность. Смысл со льдом. Ну, и холодный такой. В начале в Миконе традиционно пьется он так. Со льдом, да? Здесь делают прям 100% вот как правильно. А, по технологии, да? И круассан. Ну, круассан внутри. Там начинка тоже интересная. Она из мачи. Ну, сейчас мы будем пробовать. А, еще молоко добавлено, оказывается. И у тебя тоже с молоком? Ну, там можно по-разному. Можно без молока. Вот с молоком. Ну, с молоком такой более нежный вкус. Нам дали попробовать без молока. Он прям еще насыщеннее. С молоком такой более нежный вкус. Начинка круассана из мачи. Чем пахнет? Мачи. Нет, круассан. Варилию какой-то. Ну, да. Теста много, конечно. Ну, в принципе, начинки тоже так немало. Сейчас попробую. Ну, начинки, кстати, нехорошо. Начинки много. Прям с зеленым чаем. Много чувствуется тесто авокадо, тесто фруасана. Начинка просто вот легкий, так, латинок с зеленым чаем. Все. Вкусно. Не очень сладко. Практически не сладко. Вот как творожный сыр с зеленым чаем. Еще вот тут дали к зеленому чаю такую как бы напоминалку, карточку, что это за сорт чая, где он произведен. И тут, значит, шкала насыщенность, его окрас, горький вкус имеется или не имеется, история, ну, пару слов. И вот здесь пишется, что первые 10-15 минут у него очень насыщенный такой вкус. После 15 минут чуть послабее. Я, слушай, расскажи мне, что ты чувствуешь вот от этого чая? Ну, слушайте, я думала, что это просто обычный чай. То есть я, Сергей мне наоборот сказал, типа, не спрашивай ничего, не гугли. В общем, просто наблюдая за своим телом. Ну, вообще за ощущениями. И я скажу, что у меня очень было плохое настроение, мы когда сюда пришли. И через какое-то время меня начало накрывать какая-то волна, такое спокойствие. И вот сейчас что я чувствую? Как будто вот что-то такое меня наверно закручивает. Никаких таких, во-первых, негативных мыслей нет. У меня уже хорошее настроение. Даже я бы не сказала, что оно хорошее, а просто как бы нейтральное. И очень-очень спокойно. Очень. Даже иногда вот какие-то такие нотки, хочется плакать, но не от того, что грустно. А просто как будто бы так хорошо, что вот прям вот эти эмоции хотят выйти вот так наружу. Ну и плюс действительно ощущения, они такие очень обостренные. Ну как вот Сергей правильно сказал до этого, до съемки, что вот эта вся атмосфера, она тоже влияет, конечно, на состояние. И ты сидишь, как бы пьешь чай в расслабленном виде. Я не думаю, вообще я не знаю, дома ли был бы такой эффект. Потому что дома мы пьем чай быстро, там, на ходу, ну да. А японцы же у них это целый ритуал, ты садишься, успокаиваешься и вот пьешь этот чай, смакуя каждый клоток. Я думаю, что тут в совокупности все влияет. Но то, что это меняет ощущение и восприятие, это точно. Кстати, круассан, вы только посмотрите. Это сколько прошло? 15 минут, да? Это я все ем один круассан. Он очень такой прям калорийный оказался. И очень много начинки. В общем, как-то так. Я тоже скажу, у меня вообще такое состояние покоя, умиротворения. Я не знаю, с одной стороны, вроде как мой мозг подумает, да просто здесь музыка такая, атмосфера. С другой стороны, я иногда включаю дома музыку или наушниках, нет такого. И у меня есть такое ощущение, что как бы ты сам заказываешь у этого чая, что ты будешь испытывать. Если ты будешь хотеть какой-то бодрости, то я думаю, что будет в этом направлении давать эффект. Вот я, когда сюда пришел, мне хотелось успокоиться. У меня тоже было сегодня не очень, не с той ноги, как бывает, я такое встал. А сейчас сижу и вообще так хорошо, так спокойно. И даже мне хочется, знаете, выключить свет, такой сделать полуприглушенный, да. И просто посидеть, как-то помедитировать. Вообще интересно, что ты это посылал намерение, а я без намерения. А у Лады не было намерения, да. Ну эффект? А эффект? Не, ну может я, конечно, менее успокоилась, может и более успокоилась. Ну да, если на нас посмотреть, наверное, у меня вот как-то побольше покоя, у тебя еще пока такое... Возбуждение больше. Возбуждение, да. Сергею понравился вот этот зеленый чай. Свет, конечно, обалденный. А мне очень вот этот чай понравился. Древесного оттенка. Сергей говорит, что вкус древесный, но мне у кого-то как шоколад. Очень-очень вкусно. Друзья, интересно узнать ваш... Вот каждый из наших подписчиков живет в разных городах России. Интересно было бы узнать, есть ли в ваших городах подобные места, где был бы вот такой же интерьер и такой же качественный японский чай-мачо. Чтобы вы понимали, вот в этом месте, кроме чая-мачо-японского, больше ничего нет. И все помещение, интерьер сделан только в японском стиле. Здесь никаких китайских чайов, ничего нет. Вот, интересно узнать, есть ли в вашем городе такое. Кстати, кто из Петербурга, тоже напишите. Вот мы не знаем, в Петербурге есть у нас или нет. Да, очень классно. Я даже вот задумался, интересно, может быть, открыть, там, ладгал. Потому что нереально круто, атмосфера такая. И да, здесь очень дорого. Ну, как относительно очень, я считаю, что приличный. То есть, чтобы вы понимали, ну, в среднем какой-то один чай или круссан. Круассан, это все по 500 рублей. То есть, вот, там, два чая, один круссан, это будет полторы тысячи. Вот, но оно все очень качественное. И, ну, то есть, если это круссан, то там, там, начинки очень много. Если это чай, то он, прям, сделан во всем канонам. И это берется самый-самый лучший чай, который, прям, не жалеет по денег при покупке. Вот, интересно было бы, да, вот такое открыть, чтобы человек мог прийти вот в этой, во всей, из этой всей суеты мирской, зайти в это место и через час выйти отдохнувшим. Ему даже выходные не нужны. Мы уже завершили нашу церемонию. Вот здесь были. Ребят, кто будет в Ничанге, обязательно советуем сюда прийти, помедитировать, попить вкусный-вкусный чай. Я даже названия не вижу у этого ресторана. Ну, в общем, а, вот, вот название Чако Коро. Тут котик такой смешной, интересный. В общем, кто будет в Ничанге, советуем. Друзья, немного о своих ощущениях. Мы сейчас идем домой. Ни разу не пожалели, что вообще посетили это место. Попробовали чай. Очень классно посидели, помедитировали. Но это даже не назвать медитацией. Просто посидели в приятной очень обстановке. Музыка приятная. Обязательно сходим еще перед отъездом туда, попробуем другие виды чаев. Мы договорились, решили так. Но без круассана он, конечно, оказался лишний. Видимо, потому что сам чай с молоком, и он довольно-таки плотненький, да, от молока, кажется. Ну и все-таки, если это чайная церемония, то это должен быть только чай. Чай, да. Еда здесь вот не в тему. Я, кстати, выпечку уже давно не ела. И я как раз на днях с Сергеем говорила, что, ну сколько я вот год ее не ем, эту выпечку. Но до сих пор запах выпечки меня сводит с ума. Когда я прохожу, вот этот запах булочки, это вообще. Но почему-то сегодня, когда я съела круассан, это как бы выпечка, я не почувствовала экстаза. Я была абсолютно ровно, спокойно к нему дышала. И как бы я съела пол круассана, и мне было вообще достаточно. Да, как-то не хочется куда-то бежать, просто хочется идти, так и наслаждаться, в общем. Вот так мы сегодня провели, еще не день, утром мы провели. Сегодня второе, да, января. Второе января, второй день после нового года. Как говорят, да, как говорят, как встретишь новый год, так его и проведешь. Кто верит в эту поговорку, напишите. Вот это я снимала кадр, сколько? Полчаса назад. И сейчас состояние реально поменялось у меня. Меня стало очень сильно опереть, прям энергия, и мне хочется что-то такое сделать. Пойти сделать что-то такое, в общем. Интересно, да, вот. А у меня нет такого. У меня как было, так и осталось такое состояние. То есть, все-таки этот чай, я так понял, что он работает как резонатор, от человека зависит. Как он себя настраивает, какие моменты. Тебя может переедеть, можешь выглядеть спокойным. Не, ну сначала... Подыгрывать ему можно. Ну, можно, да. Но вообще в матче я прочитала, содержится кофеин. Его вообще не рекомендуют 2-3, больше 2-3 чашек в день пить. Может, такой эффект на меня лично, не знаю. Очень нравится. Ну, не все, но нет, потому что когда под лавкой. Давайте проверим, ему под лавкой нравится. Если нравится, они обычно поднимают ее. Мне кажется, ему просто нравится. О, о. Это он от переизбытка чувств. Сережка нашел другана. Скучает, скучает по левке, Сергей, да? Ты скучаешь по левке? Нет, я по котикам просто скучился в целом. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, Лёва не смотрит наши влоги. Но левку я все равно буду очень рад видеть. Этот приревновал, смотри, как речь зашла о другом коте. Все, вот так.